Добрый день всем. Мы продолжаем наше занятие, наше чтение книги Раба Ашкенези Манитун. Мы это делаем вместе с Андреем, мы приглашаем других тоже участвовать в обсуждении. Сейчас я поставлю продолжение текста на экран. Получилось, нет? Не получилось. Пока нет, ждем. Нет, это не время. Тут у меня есть какой-то баг, видимо. Мехама запустила демонстрацию экрана. Может, у меня есть смысл подкрутить там что-то? А сейчас видно? Нет? Нет, плохо запустила. Плохо запустила, плохо запустила. Перешли, Андрея. Ну, секунду, я знаю, что тут надо как-то это самое, еще раз. Нет, нет, просто интернет слабый, слабый интернет. Нет, нет, дело не в этом. Это какой-то баг в этом самом. Послушайте, а лицо тоже растутчатое, но неважно. А теперь все в порядке. А, да, отлично. Я просто знаю, что есть какой-то баг, который связан с тем, что у меня этот аддог очень старый, но я к нему привыкла. Окей. Извините всем за технические небольшие заминки. И мы продолжим чтение с того момента, на котором остановились раньше. Будут некоторые повторения, поскольку я думаю, что Габриэла не решилась пожертвовать, когда она переводила устные лекции Рава Ашкенази письменно. Записанным текстом, может быть, это немножко более частое повторение, чем можно, тем не менее, всегда это повторение, оно немного другим языком, немного другом контексте, немного другом видении, поэтому не хотелось бы его пропускать. То есть мы вернемся на некоторые вещи, о которых мы уже говорили раньше. Мы говорили о том, о разнице между человеком и змеем. Что змея – это некоторое подобие человека, который смогла создать Земля своими силами, но это не то, что хотел от нее Всевышний, когда он повеливал ей создать душу Живой. И пришлось Всевышний создавать человеку свое имя, как это мы знаем из Тары. И остановились мы здесь. Позже станет ясно, что именно по этой причине Тара использует слово Арум. Арум имеет два значения – хитрый или голый, чтобы описать суть мудрости змея. Змей же был самым хитрым из всех зверей полевых. Змей – это животное из зверей полевых. То есть слово поле тоже не случайно здесь. В нем есть намек на природность, естественность этого действующего лица. Из зверей полевых – из тех существ, кто в поле, в естественной природе. Откуда мы знаем, что у человека есть осознание моральных ценностей, а у змея этого осознания нет? Мы узнаем это из того факта, что человек стыдится своей наготы. То есть, на самом деле, мы уже говорили о том, что есть разница. И это главная разница между змеем и человеком, что у человека есть нравственное чувство. Но сейчас он отвечает на другой вопрос. Откуда вообще из Тары мы можем это увидеть в первый раз? И первый раз мы это видим, когда человек, съев от дерева познания, осознает, что он нагий, и начинает этого стыдиться. Перед съедением плода от дерева познания добра и зла написано, и были они оба наги – Адам и Зинаего – и не стыдились. Это какое-то предыдущее их состояние. Они не осознавали этой наготы. Она была, но для них она была естественной. А после съедения плода и ела, и дала так же мужу, что с ней, и он ел. И открылись глаза их обоих, и узнали, что наги они. И сшили листья смоковницы и сделали себя опоясанными. Ощущение стыда – это начало морали. То есть, определенное чувство, что с тобой что-то не в порядке, что так не должно быть. Желание это как-то исправить, ощущение стыда, оно возникает только тогда, когда есть осознание морали. Когда нет морали, то животные не стыдятся. Змей обнажен не только физически. Змей, в отличие от человека. Он лишен всякого чувства скромности и нравственного… Нравственное соберение. То есть, то же самое слово – это довольно непростое такое рассуждение. То же самое слово в отношении человека и в отношении змея означает раз. хитрость. В отношении змея – это вот нагота, она означает хитрость, мы увидим это дальше, да? А в отношении змея – это означает, наоборот, некоторую обнаженность, ну, нагота – обнаженность. Ущербность, может быть, с его точки зрения, какую-то ущербность, которую он стыдится, для змея, наоборот, это имеет совершенно другое значение, да? Вот сейчас попробуем это осознать. С другой стороны, когда человек обнаруживает, что он, иром, обнажен, он стыдится, ощущает стыд. В то время как по отношению к змею «арум» означает хитрость. Для человека «арум» означает осознание и достатка в одежде. Попробуем прочувствовать, что это как бы некоторый общий корень, который вводит в разные стороны. Что когда у человека есть нравственное начало, это приводит к одному результату, а если у человека нет нравственного начала, вот эта обнаженность, она приводит к совершенно другому результату. Хитростью, способности поступать в «арумамию», то есть не просто хитрость, это такая злобная хитрость. Использовать слабости других, к примеру, и так далее. Ходить непрямыми путями. То есть это в каком смысле тоже обнаженность? Это то, что у человека не хватает чего-то, у него не хватает нравственного чувства. Как тебе кажется, Андрей, есть какая-то внутренняя связь между двумя этими состояниями? То есть получается, что у человека как-то останавливает вот этот стыд, да? А у змеи этого нет, да? И он как бы начинает двигаться в сторону как бы хитрости. То есть у него нет какой-то преграды, да? И поэтому он вот такой хитрый для зла. Да? Это даже лучше сформулировано, чем… Я думаю, это так. Михаила, а можно спросить? Да, да. Тогда получается, что изначальное желание змеи, может быть, тоже было, чтобы человек стал таким же, как он… Ну, думаю о том, или как… Я не поняла, зачем он ему это яблоко… А, ну, мы… Собственно, это… Я уже предупреждала, наверное, эту историю в книге Рашкинозей не разбирает. История съедения. Поэтому я не могу точно сказать, что он подразумевал. Как он пишет в комментарии Габриэла, он каждый год обещал, что в конце года он эту историю будет комментировать и так никогда до нее набирался. Он всегда говорил, что это слишком сложно. И… Ну, может быть, где-то можно найти его комментарии, так сказать… Можно сказать, о французском. Я не знаю французского, к сожалению, какие-то записи, где бы он рассказывал эту историю. Надо поискать, на самом деле попробовать поискать. Почему… Почему… Что было побудительной силой змеи, неизвестно. Один из классических комментариев говорит, что он захотел отобрать у Адама его жену. Поэтому он хотел ему подстроить падение, да… Смерть. Вот он такой хитро… Ну, это один из… Только один из комментариев. На самом деле, я думаю, что… Я не хочу далеко всякие спекуляции разводить, но это часто бывает. Что человеку, у которого самого нет моральных устоев, он заинтересован в том, чтобы и других людей как бы сбить с пути истинного. Такое бывает, правда? Ну… Ну, я не уверена, что это… Ну, да, там же, как и везде, наверное, можно много разных… Ну, можно прочесть… Я не знаю, насколько это что-то объясняет, но мы это пропустили. Можно прочесть комментарии… Комментарии… Замечания подсрочные, да? Змей знает, что существует добро и зло. Потому что он говорит, женщины, вы станете как боги, знающие добро и зло. Это не то, что… Понятия, которых нет в его лексиконе. Знание добра и зла может быть в какой-то степени и есть у змея, но он не способен осознать и различить между добром и злом. И он, видимо, считает, что это и не нужно. У кого нет нравственного чувства, он не ощущает этого недостатка в себе, поскольку он представляет собой естественного человека, происшедшего из материи. Он может только знать их, но не понимать их и не справляться с ними. Знать добро и зло, да? Но никак справляться с ними он не может. Только человек, наделенный душой, данный свыше, способен справляться с проблемой добра и зла. То есть, как бы, не всегда он может сто процентов различить, но это для него тема, это для него вызов в русском языке, не знаю, челлендж, да? Он этим занимается, он с этим борется, он с этим работает. А для того, у кого нравственного чувства нет, он даже не понимает, что тут может быть не так. Ну, ты лежит плохо, возьми, в чем проблема? Вернемся сюда и продолжим про… В то время как по отношению к змее арома означает хитрость, а для человека арома означает знание недостатка в одежде, первая ситуация описывает хитрость арома, да, и тут у нас она состоит из четырех букв «Айн Рейш Мэм Гэй». Переставляя несколько букв, эти сочетания получаются «Ра Рейш Айн Мэм Гэй». Рама, что там такого, да? Я уже как бы это описала, не задумываясь о том, чтобы продолжение именно об этом и будет Рам говорить. Действительно, ну что такого? Рама, ну… Есть добро, есть зло, но… Что тебе мешает делать зло? Да. Зло чего? И это естественное мышление. если никто не видит, если тебе за это ничего не будет. Почему? Почему нет? Вся сущность, которая направлена на причинение зла, поскольку естественное представление таковое, то оно естественным образом скатывается в сторону зла. Так, по-своему, я понимаю это. На самом деле, наверное, это Раф тут подразумевает более глубокие какие-то каббалистические идеи, которые заключаются в том, что естественный мир – это мир, который получает. Естественным желанием его является получать и не давать. То есть это общая схема каббалистичная, которая говорит о получении и давании. И зло – это когда кто бы то ни было, естественный мир хочет только получать, а давать вовсе не хочет. И это чистое зло. Ну, это как бы каббалистическая схема. В мире это все у нас происходит сложнее. Отсюда следует, что чем больше хитрости в естественном мышлении, тем меньше в нем морали. Но это как бы понятно. Здесь на весах, как Андрей сказал, что когда нет морали, на это место встает хитрость. Но это не всегда сто процентов. Иногда есть какая-то начатки морали, и тогда хитрости меньше. А если совсем нет морали, то вообще нет никаких приконов до зла. В то время как разум человека, обладающего душой, называется хохма. Хет кап мембей. Хохма это называется. Сила чего-то. Сила, позволяющая различать сущность добра и зла и пользоваться этим, чтобы выбирать добро, то есть способность к красному познанию. На самом деле это не... Я не помню, это в дальнейшем будет или раньше. В примечаниях Габриэла говорит тут, что... Редакторы говорят, что пользование гематрией и вот такой игрой слов, перестановки букв, это... Это всё рабочий геназий он получал по традиции и приводит нам традиционные толкования, основанные на этих сочетаниях букв. Гематрия. Но это он всегда предрестерегал людей не обращаться с этими инструментами вольно. Потому что так действительно можно получить далеко идущие неправильные выводы. Это я вспомню. Андрей, хочешь добавить что-то? Ну, в свете этого всего непонятно, да, что значит, что Адам и Хава были обнажёнными. Да, то есть они, получается, были в чём-то такими, как змей, да, и не видели в этом проблемы. И увидели её, когда они нарушили запрет. Как это понять тогда, что они были на геме? У меня нет такого вот однозначного ответа на это, именно потому что здесь у нас нет подробного разбора, собственно, истории съедения от дерева добра и зла. Но я думаю, что это некоторый этап в жизни человека, это можно по-разному объяснять. То есть когда… Это не значит, что у них изначально не было нравственного чувства. Просто перед ними это… То есть я не хочу более подробно об этом отдаваться, но то, что мне кажется, Рав здесь говорит, они были в некотором состоянии. Это состояние ноготы, которое они не видели, не осознавали. Но в тот момент, что они осознали, что эта ногота существует, моментально у них возникает со стороны нравственного чувства какая-то реакция. Это, между прочим, бывает и в нашей жизни. Ты что-то делаешь, совершенно искренне считаешь, что это нормально. Потом вдруг ты осознаёшь, что это не совсем хорошо, что это не соответствует уровню морали. Но это действительно не всегда очевидно, да, изначально. Но, кроме того, после съедения мир изменился каким-то образом, по-видимому. Что-то произошло, что они осознали. Или, может быть, до съедения это было нормально, после съедения это стало ненормальным. То есть я ещё раз хочу сказать, что у меня однозначного ответа, что бы сказал Рава Минтун, а это нет. Есть много разных ответов, я просто не хочу это туда вмешивать. Скажем так, что это тоже вполне допустимый ответ, что до съедения это было нормально, а после съедения это стало ненормальным. И они моментально это осознали, и их нравственное чувство сказало, ага, сейчас это уже непорядок. Точно так же, как младенец, когда он обнажил ничего страшного, это не кому не кажется стыдным. А если взрослый человек обнажён, мы чувствуем, что это что-то не в порядке. Да, ну, в публичном месте. Тогда получается, что у них нравственное чувство было в режиме сна, да, и тогда получается, что его запустил грех, да. Вот это вот я не уверена как раз, я не знаю, может быть так, но я совсем не уверена, может быть оно было. Но состояние на горке было нормальным до съедения, а после съедения стало ненормальным, понимаешь? И тогда нравственное чувство на это отреагировало. На самом деле я думаю так, потому что иначе никаких претензий к ним нельзя было предъявлять по поводу съедения деревом. Как можно претензий предъявлять, если у них нравственного чувства не было, никаких запретов для них ничего не значили. Ну, правда, да. С другой стороны, ведь измей был наказан, хотя у него как бы и нет. Ну, получается странно, что тогда получается, что грех это хорошо, да, он привёл к тому, что они осознали нравственные чувства, да. Нет, 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 я не это не хотела сказать. Я хотела сказать, что изменился мир до этого момента, до греха. Это было нормально ли это обнажённым, а после греха ненормально стало быть обнажённым. Для тех, кто поднялся на некоторый, скажем так, съедение от дерева так или иначе, раньше или позже, когда, в принципе, предполагалось, что они должны будут когда-то съесть от этого дерева, во всяком случае мидраж. То, что они съели его раньше, это был грехом. Но, в любом случае, съедение от дерева – это поднятие на некоторый новый уровень всего. Мир с этим меняется, они выходят на какой-то новый уровень. И на этом уровне быть обнажённым уже, возможно, неправильно, ненравственно. Одно-другой был нравственным. Нравственные чувства, мне кажется, всё-таки у них было самое начало, поскольку он создал Всевышний и вдохнул в него… Вдохнул в него… Вдохнул в него… Вдохнул в него… То, что ты говоришь, что, может быть, оно спало? Может быть. Тогда довольно странно, что оно пробудилось вместе с грехом. Ну, нормально, с другой стороны. Когда мы что-то совершаем, чем-то грешим, то у нас должно пробудиться нравственное чувство до этого, если всё было хорошо. Оно и не побуждается. То есть, вообще, говорит, нет особого противоречия. Или же оно было на уровне разума, поскольку он знал, что это делать запрещено. А потом оно стало именно нравственным чувством, поскольку он телом согрешил, действием, то в нём включилось некое чувство, незнакомое раньше. Может быть. Может быть. То есть, тут возможный вариант. Я просто, действительно, не знаю, что бы сказал Равнамику по этому. Я попробую, действительно, если будет возможность поискать, может быть, какой-то на французском языке что-то, «Осъединение от дерева добра и зла от ровашки и назии». Может быть, мы сможем найти длины, так что называется, без обязательств. Давай тогда почитай следующее. Лена задаёт интересный вопрос. Можно ли стыд назвать начатком морали? Наверное. Может быть, это именно совсем начаток морали, но это первое, насколько я понимаю, место, во всяком случае, в соответствии с методом, в котором мы видим, что у человека есть нравственные чувства моральные. То есть, когда человек совершает что-то моральные, у него, если он человек нравственный, то у него возникает чувство стыда. Это как бы общее правило. Без этого, если ты не стыдишься… В этом смысле очень проблемно, например, заставлять детей просить прощения. Если он сам не хочет этого, если он сам не стыдит своего поступка и насильно заставлять его просить прощения у кого-то, это, в неком смысле, мне кажется, профанация. Мы же хотим, чтобы он воспитать в нём нравственные чувства, чтобы он действительно сам осознал, что ему стало стыдно, и он захотел извиниться, захотел исправить. Это только один из примеров. Читаем дальше? Да, да. Давай. Точное описание критерия, отличающего человека от животных – это способность осознавать мораль и поступать в соответствии с ней. Первым признаком нравственности является стыд, скромность и осознанность наготы. Из этого можно понять, почему далее Тура учит нас, что женщина в большей степени является человеком, нежели мужчина, потому что у неё осознание стыда сильнее, чем у мужчины. Интересно. Это дальше. Рам говорит, что мы это учим дальше, но здесь об этом дальше нет. Видимо, это в истории про создание женщины, но я не знаю. Дочитай абзац, я упомяну, что я слышала. Итак, в этой главе Тура рассказывает нам о двух живых существах. Одно из них – это полевой зверь или естественный человек, созданный способом, похожим на эволюцию, который не может быть нравственным, поэтому в нём побеждает зло. Другое – это человек, живая душа. Его сущность – это нравственное существование, развивающееся и обладающее свободой выбора. Тура подчёркивает, что читатель не должен ошибочно полагать, что способность мыслить является признаком и доказательством того, что человек является человеком. Именно нравственность отличает человека от естественного существа с естественным мышлением, каким бы сложным, изощрённым и хитрым это мышление ни было. В конце концов, природе удалось породить только физическое существо, чрезвычайно сложное, но лишённое морали. Здесь Творцу пришлось вмешаться, чтобы привить сотворённому человеку душу – нравственное осознание, способное выбирать между добром и злом. Мне кажется, вот это, если понимать, что змей – это гоминид, то и гомо сапиенс, человек, произошедший от обезьяны, то вполне логично как раз вот эти два фактора – голый и хитрый. Что гомо сапиенс – это самая хитрая, обезьяна может орудие делать. И, с другой стороны, она голая, в плане, что она уже без шерсти. Ну, может быть, да, но, в общем, мне кажется, Твора, помимо всего, хочет это применить тем процессом, который происходит внутри человечества, внутри самого человечества. Он излучайно говорит, что человек может спуститься до уровня змея. То есть иногда человек становится, теряя нравственное чувство, он становится подобным змеем. То есть тогда его обнажённость – это хитрость. Его обнажённость, то есть у него, как ты сказал, нет этих нравственных преград никаких. И он, поэтому обнажён, и хитрый может поступать с каким угодно коварством, скажем так. То есть, мне кажется, это важный урок, который тут проводят. А с точки зрения эволюции, вполне возможно, что и так, конечно, есть какой-то прыжок к эволюции человека. Дальше он говорит немного об эволюции. Но есть какое-то изменение, в какой-то момент Бог дает человеку душу. И это перелом в эволюции человечества. Для этого, может быть, все уже есть на месте. Бог, допустим, пользуется инструментами, он может возводить какие-то даже монументы. Но, тем не менее, чего-то важного не хватает. Тогда получается, что эта душа, она и сейчас, да, у кого-то есть, у кого-то нет. У кого есть, он может ее потерять, получается. Он может потерять, но это вопрос уже выбора, действительно. То есть может кто-то куда-то скатиться. На самом деле, изначально мы рождаемся с этой душой, но постепенно человек может... Это вопрос выбора его. Ну, опять же, насколько это вопрос выбора, насколько человек может потерять всякую нравственность, которая вложена в него. Право, говорит, что он может дойти до уровня змеи, то есть как бы вообще стать совершенно безнравственным. Но, возможно, такое бывает. Но это... Что к этому приводит, это можно было бы об этом спорить, потому что мы не всегда знаем, как это происходит. Творец хотел, чтобы земля породила человеку, живую душу, и себя самой. Это был самый лучший вариант, но это так не случилось. Сказал Бог, да произведет земля душу живую, порода ее, и скотов, и гадов, и зверей земных, порода их. Как бы все, исходя... Это другой технологический процесс был, был бы, мне кажется. Однако, поскольку земле удалось лишь частично исполнить появление Творца, и только животные родились и эволюционировали из природного мира земного шара, Творцу пришлось вмешаться и восполнить то, чего не хватало до выполнения изначального божественного плана. И сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да властвует над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, подосмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека. По образу своему, по образу Бога сотворил его, мужчина и женщина сотворил их. Тут есть небольшое, может быть, замечание, которое стоит прочесть еще в прошлом. Тот факт, что земля могла создать живую душу, но при этом сотворила только естественного человека, имеет глубокий смысл в человеческом мировоззрении, поскольку в большинстве мифов, связанных с землей, она представляет собой живой организм. А поскольку философия, особенно греческая, возникла из мифологического мышления, материя и форма становятся центральными понятиями человеческого мышления. В соответствии с подходом Равашкин-Ази, человек естественный – это тот, чье мышление охватывает только то, что существует в природном мире. И второе замечание – изучение Равашкин-Ази существенным отличием человека от животного является, прежде всего, душа, а затем разум. В этом также стоит главное различие людей между собой. Разница между народом Израиля и народом мира заключается в душе, а не в разуме. Опять же, тут не имеется в виду, что одна душа правильная, другая неправильная, одна у одного морали больше, у другого меньше. Просто это вопрос разницы. Что касается ума, то между евреями и евреями нет существенной разницы. Кстати, действительно, очень многие пытаются найти разницу в уме. Сколько там нобелевских премий у евреев. Но это чисто внешне различие, они зависит от культуры, от многих других обстоятельств. А то, что народы Израиля у разных народов, разная душа, это значит, как у разных людей, есть разная душа. Каждый видит мир немного по-своему, у каждого представления немного другие. И это не значит, что одни морально и других я думаю. А просто один человек дополняет другого, один народ дополняет другого. Это то, что мне кажется, что он здесь говорит. Она говорит, кто-то комментирует примечание. Ну, хам, есть вопрос. Да-да. Все-таки непонятно, почему, если бы Земля породила вот эту живую душу, это было бы лучше. Тогда бы у человека не было такого близкого контакта с Творцом, что он вдохнул в него живую душу. Тогда, получается, он был бы оторван от него. Может быть и нет. Это живая душа. Это часть материального, сделанная из материального сама. То есть это на самом деле, как мне кажется, Бог же существует всюду. Так очень, очень прощаясь, скажем, он существует и в духовном, и в материальном мире. И на самом деле гораздо сложнее нам найти его в материальном мире, чем в духовном. Но я думаю, что если бы Земля смогла породить эту живую душу, эта связь была бы гораздо более явной. И через эту связь между... Духовная связь между материальным миром и Всевышним, она вся была бы на другом уровне. И это не значит, что не было бы связи между Всевышним и Человеком. Конечно, была бы. Была бы, собственно, тоже та же живая душа, но созданная из материи. Понимаешь, что я хочу сказать? Я понял, да. То есть это то же самое, что съедобные деревья, то же самое, что сердце из плоти у пророков. То есть ощущение Творца в материи. То, чего как раз нет. И не то, что совсем нет, но не хватает, и тяжело, и трудно найти, потому что в материи он максимально скрыт. Но это то, что мы должны сделать. Это то, что мы должны восполнить в процессе развития цивилизации. Это то, что на нас возложено. То есть у нас душа трансцендентная. А если бы Земля ее произвела, то это было бы как у Авраама, что почки были его раввинами. Да, наверное, хороший пример. Продолжишь, да? Творец смешивается. Творец смешивается в этот процесс и создает человека сам. Заметим, что в первой главе слово «сотворил» встречается три раза. Первое. Первое творение. Стих 1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Второе. Творение великих змеев. Стих 21. Сотворил Бог змеев больших. Вот это танин, то, что называется. И все существа живые, присмыкающиеся, которыми воскишела вода, породу их. И всех птиц крылатых, породу их. И третье. Сотворение человека. Стих 27. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Там про змеев будет дальше тема раскрыта? Нет. Нет? Нет. Не помню, что Боровава в этом говорит. Это остается как загадка. Почему змеев надо было именно сотворить? Для меня загадка. Я не знаю. Раб не скрывает от нас, что здесь тоже есть. При я есть что-то такое, что потребовало вмешательства Всевышнего. Но это на самом деле не случайно. Там существуют всякие метроши, связанные с этими змеями. Я не буду в это вдаваться. Но это, наверное, может быть. Это квинтэссенция материального. Которая необходима была материальному миру. Некоторые якори, которые привязывались к Богу. Не знаю. Это я фантазирую сейчас, честное слово. Я правда не знаю. При этом Танин и Нахаш – это разные вещи. Я не знаю. Медрошан упоминает Нахаш Барех, Нахаш Акалатон. Есть очень… Не знаю. Я как-то слушаю лекцию на эту, по этому поводу сейчас уже точно не помню. Так, идем дальше, да? Да. Корень слова «сотворил» – «бара» – «бэй, трэш, алиф», встречающийся в начале книги Берешит, означает прямое вмешательство Бога в естественный процесс, чтобы ввести в мир созидание и действия, то есть яцера и осия, нечто новое, чего не существовало в нем раньше. Что не могло образоваться из природы в процессе естественного развития. Слово «творение», встречающееся здесь три раза, описывает процесс, в котором творец произвел нечто из ничего. Человек был сотворен только тогда, когда творец видит, что Земле не удастся произвести его из себя. Такое понимание помогает нам разрешить кажущиеся противоречия между дарвиновской теорией эволюции и наукой, с одной стороны, и торой. Описывающий создание мира природы с другой стороны. Основным ошибочным положением теории эволюции является то, что человек вышел из той же природной цепочки развития, из которой произошли все другие существа. И поэтому он подчиняется тем же законам эволюции, что вся природа. Однако, согласно Торе, человек – это особый случай в мире природы. Он был сотворен не как часть развивающейся цепочки животных, а непосредственно творцом. Можно было бы удовлетвориться тем, что это объяснение смягчает противоречия между наукой и Торой, но Тора сообщает нам здесь нечто гораздо более важное. Согласно Торе, человек был сотворен как живая душа. Однако он способен деградировать и вернуться к состоянию полевого зверя вследствие своего свободного выбора. Описанные нами два подхода очень сильно отличаются друг от друга. Если сначала это кажется ясным и почти самоочевидным, то потом сразу возникают вопросы и сомнения, простекающие из естественного подхода к миру. И они могут заставить читателя забыть все, что он понял, изучая Тору. Мы уже настолько привыкли к западному образу мышления, противоречащему образу мышления Торы, что нам трудно усвоить новый старый взгляд на мир. Тот, что мы представляем тут в качестве альтернативы обычному пониманию. Прежде чем мы закончим обсуждение проблемы шести дней созидания, стоит еще раз подчеркнуть, что чем больше творение организуется и обретает форму, тем больше растет разрыв между первоначальным планом и его реализацией в реальности. Каждый день расхождение между словами Творца и тем, что природа производит из себя, увеличивается, пока к шестому дню они не становятся действительно очень существенными. Этот разрыв, который мы на языке кабалы назвали, среди прочего, клепот, оболочками, или тот хаос, возвращающийся снова и снова, который продолжается за дня в день. А, это разрыв, который мы назвали клепот, или тот хаос, который продолжается за дня в день. При этом была бы ошибка не придавать большого значения маленьким различиям, появляющимся в первые дни Творения, когда они противопоставляются большим различиям, появляющимся в дальнейшем. На шестой день после долгого и продолжительного процесса природа предстает во всем своем величии. Земля во всем своем многообразии, ее созданий и человек, который был сотворен отдельно. То есть, земля и человек как отдельно. Как мы уже говорили в первой главе книги Берешит, Тора рассказывает нам, что на этапе первого дня Бог создал первичную материю, которая в дальнейшем получила форму на протяжении шести этапов, они же шесть дней творения. Уже существует земля Эритс, земля Адама, чье главное свойство – это способность вырастить из себя жизнь. То есть, Эритс и Адама – разные понятия. И действительно, земля производит из себя животных воды, земли и воздуха. Однако, когда она пытается произвести из себя наиболее развитое животное, называемое живой душой, делая одну попытку за другой, в конце концов она терпит неудачу. Или когда Творец вмешивается в естественный процесс событий и непосредственно приводит в мир существо, имеющее нечто общее с землей и нечто отличное от нее – человек. Адама равно Эритс, земля и земля с большой буквы, да, называет. Ну, да, Адама и Эритс, как бы это, у нас нет другого, отобразить. Итак, повеление. Да произрастит земля, зелень, траву семеносную реализации и выпустила земля, зелень, траву семеносную породу своему. Так, и повеление дерево плодоносное, реализация дерево плодоносное. А, повеление дерево плодоносное, производящее породу своему плоду, а реализация только дерево плодоносное. Повеление, в котором семя его на земле, а реализация, в котором семя его, породу его. так и следующее повеление и сказал бог да произвести от земля душу живую породу и и скотов и гадов и зверей земных породу их реализация и создал бог то есть не земля создала создал бог на самом деле мы об этом тоже говорили что имеется ввиду что земля нет особого различия когда говорится создал я слово оса это в общем-то не отличается земля только что вот то что ты читал про брия творение там действительно есть отличие от процесса созидания так и по замыслу эту душу живую земля должна была произвести породу своему а тут гадов зверей земных породу их реализации создал бог зверей земных породу их и скот породу его и всех гадов земных породу их тоже все породу своему когда есть единая какая-то живая душа мне кажется тогда и другие создания они имеют какой-то связь с ней и и как бы исходят из нее все живое творение но в нем больше как бы провиден божественные 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 мне так кажется они разделены получились друг от друга да 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 тут кажется сам по себе правильно так человек появляется сразу в мире хаоса непостижимом мире где гораздо больше нехватки нежели существующего а при этом как мы уже объясняли выше именно такой несовершенный план и был разработан чтобы дать человеку в его мире возможность свободы выбора а вот это кажется иногда некоторым парадоксом с одной стороны мы смотрим то всевышний планирует что-то одно в реальности выходит несовершенство какой-то несоответствие плану а с другой стороны говорю вот именно это и было запланировано ну да иначе бы не было свободы выбора иначе бы не было свободы выбора изначально есть два как два плана один план это каким должно выглядеть творение а другое дать одновременно всему творению свободу выбора и тогда оказывается что мир не соответствует передначальным планам и необходимо дать время для развития мира от того состояния несовершенного в котором он есть чтобы он пришел к совершенству и эта задача возложена на человек при этом несовершенство оно является планом оно в планах было да ну это как бы нам трудно осознать хотя конечно наверное бывает бывает и в нашем мире примеры когда специально например взрослые дают какую-то сложную задачу ребенку они знают что он не выполнит его в совершенстве например там творчестве да ставят как мы можем обучаться мы пытаемся отобразить например в живописи это какой-то меценорд оптимальным образом но тем не менее он всегда на этапах обучения далек от совершенства только таким образом можно продвинуться осознать свои ошибки москопов всевышний был заинтересован в развитие это очень существенный момент изначально план был настроен на развитие более того мир раскрывающийся человечество в истории допускает существование друг противоречащих друг другу подходы между которыми человек должен сделать выбор один из них состоит в том что творца не существует все происходит через эволюцию а человек это всего лишь развитое животное порожденное этой бесконечной случайной системы внутри этой системы лишенной творца назначения и цели отсутствует предназначение к которому человек бы стремился все предопределено все неопределенно и временно а второй подход состоит в том что у мира есть творец который создал этот мир с определенной целью и поэтому ничто не является случайным все изначально принято во внимание в том числе хаос и возможность ошибок природы а человек это особое отличное от других существо имеющие свободу выбора который был помещен в этот мир непосредственно творцом с определенной целью внутри этой цели направлены и управляемой системы одна система хаоса другая система порядка одна система отсутствия цели а другая система с целью предназначения давайте здесь остановимся если есть какие-то вопросы или или замечания мы сейчас озвучить время озвучить поскольку у меня 75 минут начинается другая лекция и у андрея тоже есть занятия продолжим в следующий раз тогда если кто-то что-то лучше добавить мы с удовольствием лена спасибо вам что участвуйте а я с удовольствием я не поняла что это две лекции я думала там ошибка во времени просто а нет вот сейчас это кончается а потом будет следующее да это проекте 929 изучение Танаха каждый день одна глава и сейчас мы там учим книгу Эрмияу сегодня будет 18 глава и это как-то еще связано с сегодняшними днями очень здорово буду слушать интересно спасибо спасибо можно стыдно надо новый процесс да тогда это первый урок для человека на грех ему стыдно он скрывается пока уже нет и я пока не научился признавать а потом исправлять грех интересно да Таня говорит гравгитик переводит так были они оба мудрыми и не было иметь несоответствия и ну такой перевод тоже возможен ладно тогда спасибо всем за участие и мы на этом расстанемся до следующей недели да до следующей недели спасибо 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 Спасибо.